Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 июля, 5.30 утра. Я встала пораньше, чтобы делать обработку томатов. Я говорила в позавчерашнем видеообзоре утреннем, что буду делать от недостатка, ну от возможного, от нехватки микроэлементов, вот такую обработку экологически чистую, 9 микроэлементов. Когда я говорила, что буду делать обрабатывать 9 микроэлементов, у меня спросили в комментариях, как называется. Вот уточняю, так и называется, 9 микроэлементов. Здесь собраны те самые микроэлементы, которые нужны нашим растениям. Это вот у нас что тут? Железо, как раз тут и бор, и магний, и марганец, и медь, цинк, и даже молибден есть, немножко азота, все это будет на пользу томатам. Во-первых, безвредная, во-вторых, полезная. Как я уже говорила, когда я вижу, что немножко скручиваются листики, или, например, начинает меняться цвет, вот у меня пока цвет не меняется, но нижние листья, конечно, они уже начинают подсыхать, желтеть, но это естественно. А вообще вся листва очень зеленая, хорошая, насыщенная. Это значит, что сильно нехватки нет, но немножко крутят листья. Но крутят листья иногда бывает, что от такой жары у нас за 30 каждый день. Но все равно, это вот такая обработка профилактическая, рекомендуется раз в две недели. Вот у меня тут есть инструкция, но я читать уже не буду, удлинять. Кто если будет покупать, оно недорогое, средство такое. И главное, что вы не нанесете вреда. Все, я вот здесь, как написано, тут написано 12 мл на 10 л воды. Я беру прям шприц, ой, смотрите, рук не хватает. Беру прям шприц, вот отмерю 5 мл, потом еще 5 мл и еще 2. Разведу в 10 л воды. И сегодня у меня будет помощник, мне будет сын, вот этот ранцевый опрыскиватель, аккумуляторный, я на него одену на спину. И все, он будет идти, а я буду только вот этой антенной водить и опрыскивать. У меня сегодня будет облегченное опрыскиватель, а совсем легкое. Сейчас наведу, но я рассказала, как наводить. Я думаю, не обязательно показывать. Наберу 12 мл, разведу в воде, залью в опрыскиватель и вперед. Таким безвредным раствором можно обрабатывать все, и листья, и цветы. Можно не опасаться, что что-то сгорит или что-то испортится. Просто вот так идти и все-все-все-все орошать. Я делаю такие вот опрыскивания и огурцам, и томатам, и баклажаны с перцами. Да, она может быть иногда не очень сильно заметна, и не будет такого эффекта, что вау, вот у меня огурцы и так хорошие, и никаких изменений, возможно, не будет. Но все равно это очень полезно, и растения вам будут благодарны. Возможно, за счет этого будет или больше урожай, или продолжительнее плодоношение. Но какие-то плюсы для растений все равно будут. Все, до свидания. Ну вот, бутылочка почти пуста. Несмотря на то, что она маленькая совсем, так как расход небольшой, 12 мл на 10 л воды, ее хватает на 9 ведер. Но не обязательно обрабатывать этим вот 9 микроэлементов. Вы видите, у меня в этом году, как всегда, все купленное заранее. Это еще 18-го года, я давно приобрела. Можно любым средством натуральным органи... Ой, сейчас. Вот в этом году я зимой заранее купила какое-то новое средство, вот так же, с комплексом микроэлементов. Я обязательно раз или два раза в год, я не говорю, что у меня есть время много раз обрабатывать, но один или два раза в год я стараюсь сделать опрыскивание именно с комплексом микроэлементов. Потому что мы порой не можем узнать, не можем понять, чего им не хватает. А когда весь комплекс в одном пакетике, тут тоже очень намного, вот написано, или 750 литров для полива, или можно 30 мл на 15 л воды и опрыскивать. Оно все недорогое, вот за 30 рублей можно обработать мне все это томатное поле. Это будет у меня. Потом вторая, через две недели, обработка. И на этом все. Там дальше уже пойдет массовый сбор урожая, будет обрабатывать некогда. Но я думаю, что и за это растения мне скажут спасибо. Вот утром они такие хорошие, зеленые, все. Утром и сегодня. А через две недели, возможно, уже начнется что-то у них, какая-то нехватка чего-то. В земле всего нет, что им нужно. Поэтому по мере возможности стараюсь сделать хоть чуть-чуть облегчить их жизнь. Спасибо.